Привет, друзья! Меня зовут Алиэр Блэк. Сегодня мы играем с вами в Амазинг Онлайн. Меня посетила офигенная мысль, а почему бы не походить по серверам и не посмотреть, какие автомобили люди продают на Анашане? Мы сегодня будем смотреть именно те, что продаются АФК. То есть люди приходят на Анашан, ставят свою машину, ставят какую-то стоимость за этот автомобиль и просто уходят и как-то ждут, пока ее купят. Сегодня мы с вами посмотрим и понаблюдаем, как вообще проходит торговля на Анашане, разных серверов, какие автомобили есть на разных серваках и сколько они стоят. В общем, как они отличаются по ценам. Поэтому пацаки, я думаю ролик будет интересный, вы же присаживайтесь поудобнее. Мы начинаем. Я уже нахожусь на 0.1 сервере, начнем именно с него и будем двигаться дальше потихоньку по разным сервакам. Машин просто невероятное количество. Онлайн 580 игроков, людей просто немерено и машин на самом деле здесь еще больше. Зажимаем с вами F5 и видим, что здесь 63 автомобиля находится и всего лишь 38 игроков и это просто капец. И по этой причине, пацаки, я вырубаю нахрен графику, потому что бегать в 5 фпсах по Ашику мне совершенно не интересно. Итак, первый автомобильчик это Е63С, 320 миллионов рублей. Что же здесь установлено? Походу все. Нету только гидравлики и пневмоподвески, но что-то одного из этого. Все установлено. В принципе, стоимость здесь оправдана. Это очень классная машина. Я думаю, за 320 мультов это прям подарочек вообще. Идем дальше. Старая Супра. Вот эти машины мне, конечно, интересны. 4 миллиона рублей. Немножко дороговато. Можно было поставить ее за 2,5 и было бы, конечно, интересно. Банан у нас. 8,8,8,8,8,8 стоимость. Немножко дороговато, потому что здесь целка убитая, 68%. А так, в целом, ништяк. Пока что, на первый взгляд, цены здесь адекватные. На 0,1 сервачке 9 миллионов 250 тысяч BMW M5F90. Ничего здесь абсолютно выдающегося нет. Целка 71% и она стоит таких денег. Это, конечно же, какая-то дичь. Поэтому просто убегаем от этого говна. Здесь у нас Corvette C8 по ацике 70 мультов. Третий чип и аудиосистема. И вот это, на самом деле, интересно. За 70 мультов это прям кайф, потому что машинка даже без нитро очень хорошо едет. Всем советую. Так, у нас Lambo Huracan следующая. 50 мультов. Здесь третий чип и неон рад. Госка у нас новая. 30 миллионов рублей. И это прям кайф, на самом деле. Потому что за 50 миллионов вряд ли вы где-то найдете такую классную машинку. Mark II у нас на очереди. Стоимость 2.5. Состояние FT-100. В принципе, нормальная, адекватная цена. Потому что сейчас все-таки они стали немножко подороже стоить. Хотя можно где-то и за миллион, наверное, найти. URUS 10 миллионов стоит. Просто первый чип. Ничего особо интересного. Rolls-Royce. Вот это уже интересно. Второй чип, судя по всему. Да, это второй чип, пацаня. Это у него госка 5 миллионов рублей. Целка вообще ушатанная в хлам. Владельцев много. И 7 миллионов как-то дороговато. Целку бы хоть починил. F90 какая-то красивая, интересная. На 450 мультов фулл зелень, кроме пневмы. Потому что гидра здесь установлена. Я, если честно сказать, не особо шарю в этих ценах. Но 450 для такой машины, это прям реально очень дешево. Потому что здесь еще и фары установлены. Я думаю, она бы стоила 500-550. Но учитывая, что тачка слишком распространенная, цена, конечно, для нее. Адекватная Volvo, VNL, 130 мультов. Походу, все здесь установлено. Вообще нихрена нету. Первый стейдж, сигнал, кантирадар и не он. За что такие деньги? Я вообще не понимаю. Вот это вообще абсолютный бред. Алексей Локи, ты что вообще бредишь что ли? Какие 130 мультов? Она столько не стоит абсолютно. Я, конечно, понимаю. Эксклюзив, там все дела. Но это кусок говна. Какие 130 мультов? Я абсолютно не понимаю. Даже не хочу обсуждать этот хлам. Ешка новая у нас на очереди. 16800. Full STO. Больше ничего абсолютно нет. Тоже как-то дороговато. Ну, реально дорого. И стоимость 12-13 миллионов. Какие 16800? Следующая машинка M5 F90 на каких-то интересных номерах. 32 мульта. Такая же история. Установлена просто гидравлика. А стоимость 32 миллиона. За что? За гидравлику? Мне она здесь, например, нахрен не нужна. Я бы ее оценивал. Ну, максимум лямов 16-20. Не более того. Tesla Semi. Посмотрим, что здесь установлено. 165 миллионов. Вот это уже интересно. Третий чип и нитропацыки. Вот теперь сравните вот эту Tesla Semi, которая сейчас самая имбовая. И вот тот кусок дерьма, который мы только что смотрели. 130 миллионов. Ни хрена нету. Но вообще, конечно, я бы вот эту тоже за 165 не стал покупать. Потому что как-то, ну, дороговато. Следующая машина это Maybach. Что у нас здесь? Третий чип и FT-STO. Все, больше ничего нету. Ну, в общем-то, конечно, цена вроде как адекватная. Но это много. Я бы ее оценивал лямов 15, не больше. Потому что треть чип там ни хрена вообще не решает. Dodge Ram. Стоимость 14 мультов. У него ГОСКа новая 14. Первый чип и клиренс. Все, клиренс у нас с завода. Первый чип всего лишь стоит. Кусок дерьма, который абсолютно никому сейчас нахрен не нужен. Диски здесь говно еще установлены. Следующая машина это Lexus 600. Стоимость 17 миллионов рублей. ГОСКа у него большая. Да, 18 миллионов. Первый чип и антирадар установлен. Установлена еще у него нелегальная тонировочка. Вот это прям интересно. Номера еще АУЕ здесь. Поэтому вот это классная машинка. Рекомендую. Газон Nex. 21 миллион. Конечно же, неон градиент, который здесь нахрен не нужен. Плюс FT-STO. 21 миллион. Конечно, ценник очень большой. За пятнашку можно было бы его пихнуть. Mercedes-Benz GTR. Стоимость 110 миллионов рублей. Установлено практически все. Самая-самая минимальная зелень. Третий чип. Аудио нитро. Плюс градик еще установлен. Почему такая маленькая стоимость? Потому что машина кусок хлама просто. Она еле-еле едет. Максималка у него, конечно, большая. Но она вообще абсолютно не рулится. Поэтому калкаловый абсолютно. Следующая машина Lancer 9. Стоимость 75 мультов. Что здесь? Третий чип и аудиосистема. Но если сравнивать эту машину с тем Corvette C8, который 70 стоит, еще и дешевле на 5 миллионов, я бы, конечно, взял Corvette. Потому что и быстрее, и разгон лучше. В общем-то, поинтереснее. M5 E60. Стоимость 6 миллионов. Тут нихрена нету. И в ТСТО, в принципе, пойдет. Следующая тачка это BMW X5M. Походу, заряженная. Да, 300 мультов стоит. Здесь фулл зелень по-старому. Ценник адекватный. Можно подешевле сторговаться, я думаю. Следующая тачка это Skoda Octavia. Походу, какая-то вообще стоковая. Стоимость лям 700 за этот кал. Конечно же, никто не купит. Следующая тачка это у нас E-шка новая. 15 мультов. FT, СТО, я так понимаю. Да. Ничего интересного. В принципе, каких-то прям заряженных машин я сегодня не вижу. Еще одна E-шечка уже на радуге. Стоимость 16 миллионов. Вот это уже нормально. Вот это я понимаю. Вот эту машинку можно приобрести. Я думаю, даже немножко сторговаться можно. Опа, лупатый. Вот это интересно. 3 миллиона 700. В принципе, цена адекватная, потому что сейчас это дефицит. Ну, еще одна Skoda Octavia закрывает наш Red Server. Пацаны, эта стоимость тоже лям 700. Они как будто все сговорились. Тут госка 800 тысяч. Машина кусок хлама какого-то обычного вообще. Настолько неинтересное говно. Лям 700 за это отдавать я бы, конечно же, никогда не стал. Опа, вот так на ходу у нас появился гелик 63 в каком-то говнотюнинге абсолютном. 16 миллионов его стоимость. Госка у него 5 миллионов. Это еще с рулетки. Это, конечно же, мега дорого. Максим, ты просто башкой ударился по ходу об стену. За радугу никто не будет давать 16 миллионов. Это, конечно же, очень дорого. И цвет дисков поменяй, пожалуйста, потому что это хлам. В общем, ничего здесь больше интересного нет. Ценники, в принципе, адекватные. Машины вроде как есть какие-то интересные. Теперь давайте уже переместимся на Yellow Server. Ну что, переместились с вами на наш родной 02 сервер. Здесь, конечно же, тухли челы абсолютно на ашеке. Народу не так много, как на первом серваке. Машин поменьше. Первым делом нам в глаза бросается Audi RS7 в C8 кузове. Заряженные номера батек. 350 миллионов рублей. Вот это уже на самом деле интересно, потому что здесь установлено абсолютно все. Тачка редкая. Тачка классная. Тачка необычная. Поэтому, в принципе, цена адекватная. F90, пацаны, а так как же без них? 9 миллионов 800. Вот мы и пришли на наш самый хреновый сервак на свете. Я предлагаю владельцу этого куска хлама просто поехать в порт и слить эту машину. Потому что 9800, вот это уже реально конченый ценник. Я всю жизнь говорил, что 02 это самый худший сервер по ценам. Потому что здесь все настолько дорого, что вы даже представить не можете. Идем далее. Это Subaru WRX STI GD. Стоимость 184 миллиона рублей. В принципе, на самом деле, цена здесь адекватная. Потому что здесь и синий дым, и синий статик красивый. И стробоскопы установлены. Третий чип, аудио нитро. Все по красоте. Поэтому 184, вот это уже реально классно. Тем более, еще торг уместен. Прямо вообще молодец. Хороший ценник. Следующая машинка это Toyota GT86. Стоимость 5 миллионов рублей. Торг уместен. Госка у нас 1 миллион. А, ничего не установлено. За что? За тюнинг комплект? Я не понимаю. Идем дальше. Это Tesla Cybertruck. 45к хочет. Неон градиент установлен. AFT-STO. Все, больше ничего нету. В принципе, сейчас, пацаки, я вам рекомендую, конечно, скупать все эти кибертреки. Потому что потом это будет дефицит. Это будет прям имба. Идем дальше. Ширончик. Причем очень красивый. 39 миллионов 900. Госка у него 40 миллионов. Установлен первый чип всего лишь. Ничего больше здесь нет. В принципе, конечно, это перекупская машина. Абсолютно точно это понятно. Потому что все абсолютно стоковое. Никакой тонировки. Ни хрена вообще не установлено. Кроме первого стейджа. Машину выбили из скантов и пытаются ее просто впихнуть. Конечно же, никому она не нужна. Лада Нива. Один миллион рублей. FT-STO-шное состояние. Госка 200 тысяч рублей. Ну, понятно. В общем-то, мне, конечно, такие машины неинтересны. Еще один кибертрак. 34 мульта. Вот это уже классно на самом деле. Но здесь ничего нету абсолютно. Неинтересный автомобиль. Непонятно, что с ним делать в стоковом состоянии. Потому что без чипа эта машина абсолютно ничего из себя не представляет. Рено Т. 2 миллиона 800. Ценник дорогой. Потому что сейчас он нихрена не стоит. Еще одна Лада Нива. Я вообще не понимаю. 10 миллионов гидравлика установлен. На самом деле, на Гидре, возможно, есть смысл купить эту машину. Потому что это Нива. И она как бы должна иметь высокий клиренс. Поэтому 10 мультов, наверное, все-таки интересно за эту машину. Следующая тачка это Rolls-Royce Down. Стоимость 65 миллионов. И здесь установлен всего лишь неон статик. Машина кусок дерьма. Хотя и обновленная немножко. Но, тем не менее. Она мне вообще абсолютно не нравится. Ни внешне никак. Поэтому я не понимаю, почему у нее цена такая. Следующий хлам это у нас КамАЗ. Который куча людей просто повыбивали себе из майского кейса. За 3 миллиона 100 тысяч его, конечно же, никто никогда в жизни не купит. Потому что он даже за миллион сейчас еле-еле уходит. Renault T. 3 миллиона стоимость. Конечно же, очень дорого. Опять же, никто не купит. Еще одна Skoda Octavia. Почему эту машину так все любят? Вот в отличие от 0.1 сервака, здесь она у нас продается за лям 200. Но здесь только первый чип и все. Это уже намного лучше, кстати. Плюс ко всему, человек пишет, что торт. Еще одна RS7, пацанята. Стоимость 410 миллионов рублей. Установлено все, кроме фар. Гидравлика здесь установлена. Нету только пневмы и древдыма. В принципе, конечно же, понятно, что это дорого. Потому что там стоит такая же RS7, но стоимость уже 350. Следующая машинка это Gazon Next. Стоимость 14 миллионов рублей. Ничего, кроме стейджа, не установлено. Цена адекватная, потому что дальнобой сейчас самая крутая профессия. Поэтому, конечно же, все эти рабочие машинки стоят дорого. Ну и закрывает наш сегодняшний 0.2 сервер Renault Logan. Стоимость 350 тысяч рублей. Ничего больше нет. 0.2, наверное, самый унылый сервер по автомобилям. Потому что, во-первых, их никто не продает здесь. Никто их не покупает. Ценники какие-то дикие люди сумасшедшие. Поэтому давайте уже переместимся на 0.3 грин сервер. Ну что, друзья, переместились с вами на 0.3 сервер. Тут, конечно же, куча народу. Такая же ситуация, как на 0.1 сервере. Опачки. Сразу видим с вами GTR 35 в виниле. Стоимость 28 миллионов рублей. За что? За Nitro? Вот это, кстати, очень классный аппарат. На Nitro? Вот это прям ништяк. Можно поторговаться с этим человеком. Я думаю, это прям победа будет, если урвать эту машинку. Потому что сейчас максималку подняли этой тачей. И владелец этого автомобиля имеет полное право на установку любой стоимости этого автомобиля. Потому что Nitro сейчас стоит 80 миллионов рублей. Идем далее. И что у нас здесь? BMW M4 G82. Пацанята. Стоимость 11 миллионов рублей. Торг присутствует. Госко у него маленькая. 7500 есть и повыше. FTSTO, в принципе, дороговато. Хотя тюнинг комплект здесь установлен. GELIC 65. 18800, скорее всего, на Nitro. Но Nitro я здесь не вижу. Зато вижу мощные номера. TTT 522. Регион у нас 3 семерочки. Донатные номера. Скорее всего, откуда-то с аукциона. Но все равно. Они столько не стоят. Это кусок хлама. TTT 522. Ну за что? 18 лямов эта машина не стоит. Он просто хочет пихнуть номера. И все. За счет этого GELIC. Следующий опять Volvo VNL. 240 миллионов рублей. Тут у нас и Nitro, и аудиосистема, и третий чип, и неон однотонный. Все классно, красиво, круто. Но я бы, конечно же, никогда в жизни не купил. Потому что она не стоит 240. Ну за что 240? За кусок говна дальнобойского. Я не понимаю абсолютно ценники на вот эти все фуры. Люди просто с ума сходят с этим дальнобоем. Реально просто сходят с ума. Следующая машина Bentley Continental GT. 9 миллионов. У нас здесь ГОСКО. 1 миллион рублей. Старая какая-то ГОСКО. Беспонтовая FTSTO-шное состояние. Понятное дело, что никто ее вообще не купит. Она нахрен никому не нужна. Еще и понерфлена Волга. Волга кабриолет. 40 миллионов, пацанят. Третий чип. И гидравлика. Больше ничего здесь абсолютно нет. Понятное дело, она столько не стоит. Кусок хлама еще очередного. Я вообще предлагаю просто сжечь эту машину. Вывезти ее из игры. Я не знаю. У нас здесь вообще не нужно. Стоимость, конечно же, нахрен. А то стоимость 40 мультов. ГТР по АЦКИ Мерседес. 115 миллионов. В общем-то, такой же, кстати, ровно такой же, как и на нашем 0.2 сервере. Тоже третий чип. Только здесь еще неон однотонный. Нитро и аудио установлено. Вот видите, пацанята. Берем любой сервер. Эта тачка никому абсолютно не нужна. Потому что это хлам, кусок дерьма, параша, помойка. Все на свете. Она требует ребаланс. Как только ее изменят, тогда она будет классная. Еще один 65-й гелик. Почему они все с кенгурятниками? Что за говно? 6 миллионов 800. ГОСКО 3.5. Вообще старая какая-то ГОСКО. Ну, конечно же, он столько не стоит. Потому что ГОСКО маленькая. Мерседес В-класс, пацаки. 310 миллионов рублей. Вот это я, конечно, понимаю. Вот это уже интересно. Стробоскопы, нитро. Вот это вот все, конечно, установлено. Но, блин. Ну, 310 эта машина не стоит. Ну, все это объективно понимают. Она никому не нужна за эти деньги. Абсолютно. Что она не делает, я не понимаю, честно. Даже учитывая, какие здесь компоненты в автомобиле, мне за 310 эта машина неинтересна. КАМАЗик. КАМАЗик сколько стоит? 2 миллиона 700. Опять же, никто его в жизни никогда не купит. Что-то люди здесь как-то на 0.3 вообще неохотно продают. Даже на 0.2, где онлайн чуточку поменьше, движухи намного больше. Ешка старая. 200 миллионов рублей. За что? Скорее всего, за стробоскопы. Пацанята. Но это, опять же, очень большие деньги. Я бы никогда в жизни не купил эту ешку за 200 миллионов рублей. Хотя тут, на самом деле, можно еще поспорить. Потому что тачка, в общем-то, классная. Торг уместен. Если за 180 он эту машину отдаст, конечно, будет интересно. Десятый лансер у нас в обвесе. 77 миллионов 777 тысяч 777 рублей. Будь ты проклят, Антоха Галланты. Потому что мне очень сложно выговаривать эти семерки. Nitro, третий чип. Даже аудио нет. Хотя, на самом деле, 77 мультов за эту машину. Это интересная стоимость. Если он ее продаст за 70, это будет прям вкусно. Потому что можно сюда установить потом аудиосистему за эти же 70 миллионов. И машина обойдется в 140. Хотя, на самом деле, зачем в нее ставить аудиосистему, когда можно пойти и за 140 купить полностью заряженный лансер. Тоже, на самом деле, интересная ситуация. GTR-чик. Еще один винили. Стоимость 11 миллионов 500. Госка у него 12.5. Интересно, почему никто эту машинку сейчас не покупает. Стоимость интересная, классная. Range Rover SVA с синими фарами. Давайте угадаю стоимость. Наверное, 280 или 300 миллионов. 290 миллионов рублей. Торг уместен. Установлено абсолютно все. Стоимость адекватная. Я даже угадал, что он может стоить от 300 до 280. Еще один КамАЗик. Надоели эти КамАЗы, на самом деле. Никому они не нужны. RS-7, скорее всего, стоковая. 35 миллионов. Да, это FT-STO. Госка 20 миллионов рублей. Ничего интересного. Конечно же, стоит очень дорого. Никому она нахрен не нужна. Даже с ее занижением. Больше ничего нету интересного, кстати, на 0.3. Почему-то я думал, что здесь тачки-то будут поинтереснее. Единственное, что меня заинтересовало, это вот этот GTR-35 на Nitro за 28 миллионов. Теперь давайте переместимся на 0.4 сервер. Это Азуры. Посмотрим, что же интересного там. Ну что, друзья, находимся с вами на 0.4 сервере Азур. В принципе, ситуация здесь довольно-таки благоприятная. Людей не так уж и много. Зажимаем с вами F5. Видим, что автомобилей всего лишь 36, а людей у нас 26 игроков. И это, в принципе, очень-очень приятно. Знаете почему? Потому что онлайн здесь маленький. Ну и начинаем с BMW M5 F90. Стоимость 7 миллионов рублей. Госка у него 6 миллионов. Первый стейдж. Целка у нас отличная. Поэтому стоимость, в принципе, адекватная. Я так понимаю, это, наверное, самый адекватный из всех серверов. Потому что я, насколько слышал, тут всегда цены очень хорошие. Ешка новая, пацанята. 14 миллионов 500. Вот сегодня, на самом деле, это самая дешевая ешка. Я вам реально говорю. Все сервера, которые мы с вами сегодня обошли. Первый, второй, третий. Там все было дорого. И в ТСТО, и тюнинг Брабус, и нелегальная тонировочка. Прям подарок. Вот это хорошие, адекватные ценники. Молодцы. 0,4 прям удивляет. Роллс Ройс Калинон у нас на очереди. 7 миллионов рублей. Я так понимаю, второй стейдж. Да, везде они стоят, кстати, по 7 миллионов. И это нормальная цена. Потому что когда-то я сам говорил, что его стоимость 7 миллионов рублей. Поэтому тут не удивляемся. Широн у нас 36 миллионов. Стоит торг уместен. Первый стейдж, кстати, очень хороший ценник. Потому что в ГОСКу он уходит, по-моему, за 32 или что-то в районе того. Можно еще сторговаться капельку. Там парочку миллионов. И будет прям вообще прекрасно. Идем дальше. И это у нас BMW M5 F90. Стоимость 42 миллиона 500. Третий чип и неон сталь. Между прочим, ценник довольно-таки интересный. Можно еще поторговаться. И будет прям очень-очень вкусно. Потому что по отдельности все это можно намного дороже продать. И заработать кучу-кучу денег. 99-ка, которую у меня постоянно просят. 5 миллионов 555 тысяч 555 рублей. За что? Не дай бог здесь нитро не установлено. Да тут вообще ничего не установлено. Тут только клиренс 5% и какие-то говнодиски. Один владелец ГОСКа 250 тысяч рублей. Эта машина есть в автосалоне. Я думаю, это чисто по рофлу установлено. Машинка Ешка. Номера у нас суетолог. 130 миллионов рублей. Торг уместен. Скорее всего, нитро здесь не установлено. Да, нитро здесь не установлено. Третий чип, аудио и него. Но без нитро эта машина вообще просто такой кал, пацаки. Вы просто даже себе представить не можете. BMW M5 F10. Очень редкий экспонат. 85 миллионов. Кстати, второй чип, нитро и аудио. Это прям кал. Я вам реально говорю, пацаки. Вот это очень редкая тачка заряжена. Плюс ко всему, она классная. Еще и стоит 85 мультов. Можно еще и поторговаться. Лямов за 75 просто урвать эту тачку. Идем дальше. Так это стоковая Е46 у нас. 19 мультов. ГОСКа, кстати, 20 миллионов. Эта тачка у нас из контов. Здесь еще и винил установлен. Который мы, кстати говоря, по-моему, не можем установить на ту машину, которая у нас идет из рулетки. Можете меня поправить, если я ошибаюсь. В общем, вот это хороший, кстати, экспонат. Можно его прикупить, если немножко поторговаться. Но торг не уместен. Свинина, пацаки. Посмотрите, вот это реально кайф. 10 миллионов. ФТ, СТО. Два владельца всего лишь. И никто не покупает. Никто. Еще и торг уместен. Вы понимаете? Это же вообще подарок. У нас на 02 кабана все просто хотят урвать за любые деньги. Тут стоит на 04. ФТ, СТОшный. Не убитый. Вообще абсолютно классный. 10 миллионов торг. Тут вообще, наверное, на 04 сервере все настолько дешево, что даже 10 миллионов для них дорого считается за кабана. Либо просто еще рано и никто не зашел в игру. Газон Некст. Скорее всего, стоковый. 11 миллионов 500. ФТ, СТО. Плюс дополнительный баг. Но это подарок, пацаки. Это реально подарок. Тут цены очень дешевые. Еще один газон Некст. 16 миллионов. На радуге тоже ФТ, СТОшный. Да капец. Помните, я вам говорил, что 16 миллионов за такой газон Некст, это прям кайф, когда мы с вами были еще на 01 сервере. Там такой продается за 25, что-то в районе того. Здесь реально дешево. Охренеть. Вот реально, пацаны. Кому интересны маленькие ценники, просто заходите на 04. Это реально один из самых офигенных серваков по ценникам автомобилей. Это что у нас такое? Это Lada Vesta SV. Стоимость 6 миллионов. Госка 6 миллионов. Третий чип установлен здесь. Вот это реально интересные темки какие-то пошли. Skoda Octavia. Наверное, лям стоит. 970 тысяч. Еще и торг уместен. Просто вспомните, сколько эта Skoda проклятая стоила на других серверах. Причем на всех. Лям 700. Лям 450. Тут 970. Еще и с торгом. Вообще кайф. Я прям так кайфую на этом серваке. Ширончик. Скорее всего, стоковый. Нет, первый стейдж установлен. 40 миллионов госка. Продает за 45. Но это, конечно, неадекватно. Это слишком дорого. Я на самом деле удивлен. Хотя я и знал, что 04 самый адекватный по ценник. Реально. Вот самый адекватный. Мне всю жизнь говорили. Типа 04 это кайф. Тут цены адекватные. Люди адекватные играют. Поэтому, пацаны, если вы реально хотите играть в какой-то адекватной среде. С адекватными ценами. С адекватными игроками. Заходите на 04. Вы сами только что в этом убедились. Я вместе с вами убедился в том, что здесь цены реально очень и очень вкусные. Ну и на этом серваке, пацаки, я вам предлагаю закончить. Потому что нереально было сложно сегодня записать. Много чего пришлось прокомментировать. Как раз таки я посмотрю на вашу реакцию. Как вы будете ставить лайки. Как вы будете подписываться на канал. Как вы будете комментировать в конце концов этот ролик. Потому что это что-то новенькое для меня. Если вам было интересно, обязательно ставьте лайк. Обязательно напишите мне об этом в комментарии. Я очень нуждаюсь сейчас в вашей поддержке. Собираем какое-то количество лайков. И сразу выходит вторая серия с остальными сервачками, пацанят. Поэтому всем спасибо за просмотр. С вами был Долир Блэк. Удачи! Субтитры сделал DimaTorzok